В прошлом году автор бессменного шлягера про изменчивый мир покинул Россию, решив обосноваться на исторической родине. На этом Макаревич не остановился, раскритиковав действия России на Украине. Эксперты телеканала Царьград решили разобрать последние заявления Андрея Вадимовича и понять, что с ними не так. Они пришли к выводу, что действия музыканта откровенно абсурдны. Особенно Макаревич выглядел жалко, когда решил неожиданно поддержать действия израильских военных. Казалось бы, не он первый, не он и последний, уехал в Израиль, и на здоровье. Но тут человек, отрицавший любой подлинный патриотизм, оскорбивший собственную родину, которая ведет вооруженную борьбу за свое будущее, вдруг решил проявить солидарность с соотечественниками, недоумевают журналисты. Израильским солдатам Макаревич желал удачи и скорой победы. А вот к российским бойцам, сражающимся на передовой, он почему-то не обращался. Более того, либерал и пацифист возмущался действиями страны, посмевшей напасть на соседа. Но внезапная воинственность старого певца – это лишь половина абсурда. В настоящий фарс, патриотическое выступление Макаревича превращается, когда он желает победы, нашим израильским солдатам на чистом русском языке. Патриот Израиля до сих пор не удосужился выучить хотя бы пару фраз на иврите, указывают репортеры. Таким образом, недавно плюнувший в оставшихся без лекарств россиян Макаревич не спешит учить родной язык, хотя всячески кричит о лояльности Израилю. Авторы делают однозначные выводы, такой уж гражданин достался земле обетованной, и не говорите потом, что мы вас не предупреждали. Субтитры создавал DimaTorzok